Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Что на прилавках? Чистого-чистого меда. Где его сейчас найдешь? Как отличить качественный мед и попал ли зараженный продукт в продажу? От чрезвычайных ситуаций. Нужно оплачивать строку в квитанциях за страхование жилья или нет? Как Барнаульский зоопарк отметил день рождения? Маленький. Маленький тигр? А почему он больше всего тебе понравился? Потому что он хороший. И по какому показателю наш первый в России? Сегодня проблему массовой гибели пчел вновь обсуждают на федеральном уровне. Между тем, данные о потерях в Алтайском крае до сих пор не обновлены. По официальной информации, трехнедельной давности в 11 районах нашего региона погибло более 4 тысяч пчелосемей. Рассказали нам сегодня в краевом Минсельхозе. Повторюсь, точно такие данные озвучивали три недели назад. Хотя сами пчеловоды говорят о гораздо большем масштабе бедствия. Предварительная причина – пестицид, которым обрабатывали поля с рапсом. Тем временем в Курской, к примеру, Липецкой областях за каждую погибшую семью пчеловодам заплатят по 3 тысячи рублей. В Алтайском Минсельхозе сейчас только разрабатывают нормативные документы для поддержки пасенечников, пострадавших от геноцида пчел. Те же пчеловоды, кому есть, что продавать. Сегодня приехали на традиционную ярмарку в Барнаул. Насколько мед этого сезона качественный? Не попал ли на прилавок зараженный продукт? И как ситуация с гибелью пчел отразилась на цене меда, выясняла Дарья Эйдемиллер. Чистого, чистого меда, где его сейчас найдешь? Очень трудно. Да. Ну, если по телевидению, об этом говорят открыто. А вы надеетесь найти почище мед? Какой выбираете? Надеемся. Это будет очень трудно. На дикоросах которые. Подальше от полей? Подальше, ага. В горы, в горы. О массовой гибели пчел в стране в этом году слышали все. От мала до велика. Но за медом в день открытия ярмарки на площади Сахарова Барнаульцы все равно пришли. Только выбирают лакомства с большой осторожностью. Допустим, беру всегда горные, таежные меда. Это, соответственно, на дикоросах, которые никто ничем не обрабатывал. При этом у всех свой рецепт для определения хорошего меда. Ну, чтобы во рту был горчил, вот послевкусие, когда его попробуешь, и чтобы першение было. Я думаю, так. Вот подцепляем небольшое количество меда. Видно, что мед бежит струечкой тонкой и складывается вот в такую горку. Это свидетельствует о том, что влажность у меда хорошая, мед зрелый. А вот Юрий, например, методом, который советуют пчеловоды, не верит. Он уже не первый год приезжает из Москвы именно за алтайским медом. Пасечник. Свой пасечник. Все. Больше никаких всех этих струйки, все это, карандашик химический. Ничего не дают. Это специалисты объясняли. Ярмарка меда зашла на площадь Сахарова еще не в полную ногу. Из 40 положенных здесь палаток всего 20. Связано это с тем, что в этом году очень много пчел погибло, и пасечники говорят, что их коллегам просто нечего продавать. У меня одна улица, представляете, вот 4 пчеловоды живут, которых коснулось. Я степистицуды только на моей улице в деревне. Они качали, допустим, там 200 семей, потом убрали дягиль. А нынче взяли 160 килограмм. Но там не то, что в 5 раз, почти в 10 раз меньше урожайность. Ну, судится, то есть деньги-то, понятно, выбивает, это же хлеб пчеловода. В Краевом Минсельхозе рассказали, что сейчас для пострадавших пчеловодов придумывают меры поддержки. Вероятнее всего, нашим пасечникам заплатят за каждую погибшую пчелосемью, как в Курской и Липецкой областях. Деньги вернут только за зарегистрированные пчелосемьи, а по официальным данным их погибло более 4 тысяч. Геноцид пчел коснулся 11 районов Алтайского края. Убытки понесли владельцы 85 пасек. Пчеловоды же уверены, что ущерб гораздо значительнее. Первый мед, так называемый дягель, именно поэтому стоит дороже, чем обычно. Пасечников, чьи пчелы пострадали из-за обработки рапсопестицидами на медовой ярмарке, мы не нашли, хотя их коллеги утверждают, что мед даже не пришлось уничтожать. Многие пчелы погибли, так и не долетев до улья. Но перед тем, как встать за прилавок, на ярмарке все прошли обязательную проверку. Естественно, зараженного меда нет, потому что каждый участник этой ярмарки, весь мед проходит исследование, нам выдаются сертификаты, ветеринарное свидетельство в форме номер 2, протокол испытаний. Если мы сдаем и на пестициды, и на соли тяжелых металлов, и на тетрициклиновую группу, то есть если бы какой-то показатель присутствовал в меду, это вплоть до изъятия партии. А значит, мы можем посоветовать универсальный рецепт для выбора качественного меда. У каждого пасечника обязательно должны быть два документа, ветеринарное свидетельство и сертификаты об исследованиях продуктов. Мед с ложкой дегтя, обещают, не пройдет. Дорида Миллер, Андрей Печоркин, День с толком. В крае объявлено штормовое предупреждение из-за жары. В эти дни региональная МЧС рекомендует поменьше находиться под солнцем и соблюдать меры безопасности. Жаркая погода ожидается до 8 августа. Температура будет держаться от 30 и выше. При этом может спровоцировать пожары. Ну а минувшей ночью на столицу края обрушился сильнейший дождь с грозами и порывистым ветром. В Барнаульском аэропорту из-за метеоусловий на два часа позже приземлился самолет «Анталия-Барнаул». В одном из дворов краевой столицы на улице Георгия Исакова на автомобиль упало дерево. Осадки ожидаются во вторник, четверг и пятницу, но обещают уже без мощных гроз. Между тем, вступил в силу закон о страховании имущества в случае чрезвычайных ситуаций. Теперь россияне могут застраховать жилье даже от бытовых рисков. Например, пожара из-за испорченной розетки или залива в результате прорыва трубы. Но для этого региональные власти должны предусмотреть такую возможность в своих программах и выделить на эти цели средства. Для тестирования системы страхования определили 14 пилотных регионов. Алтайский край в их число не вошел. Но и у нас уже возможны спекуляции на новом законе. Дело в том, что строчку о страховании могут включить в квитанцию на оплату коммунальных услуг без ведома собственника. В том случае, когда строчка будет включена в платежный документ, в квитанцию, собственник может оплатить, а может и не оплатить. То есть, если он желает заключить такой договор, он оплачивает эту строчку. Если не желает, он может эту строчку вычеркнуть из квитанции. Если вы не заметили строчку и оплатили ее, выходит, автоматически заключили договор. Тогда, если оплачивать вы не хотели, можете обратиться в Роспотребнадзор. Это нарушение прав потребителей, поскольку услуга не относится ни к жилищной, ни к коммунальной. Будьте внимательны при оплате услуг. Пока среди соседних регионов, в которых отрабатывается эксперимент, Новосибирская, Тюменская области, Красноярские и Хабаровские края. Алтайское предприятие разрабатывает шины для нового российского бомбардировщика. Контракт уже заключен. Правда, как будет выглядеть летательный аппарат, пока неизвестно. Информация засекречена. Об этом рассказали губернатору региона Виктору Томенко в рамках визита на предприятие по изготовлению авиашин. Спрос на продукцию двух предприятий, работающих на мощностях алтайского шинного, растет и в целом, особенно за последние шесть лет. По словам руководства, ассортимент шин огромный. Одно из предприятий занимает 43% рынка по производству сельхозшин. Продукция востребована как в России, так и за рубежом. Игорь Александрович, если сравнить с импортными аналогами, то разница по стоимости... Да, порядка три раза. Пациенты три раза. После того, как на предприятии завершили перевооружение производства, здесь могут выполнить заказ любой сложности. И 20 шин, и 2000 при необходимости. В числе постоянных покупателей продукции шинного комбината, фирмы Азербайджана, Армении, Кубы, Сербии, Монголии и многих других стран мира. В ходе рабочего совещания с руководством предприятий Виктор Томенко поручил министру промышленности и энергетики края курировать проект организации на базе шинного производства Федерального испытательного центра. Как сообщает официальный сайт региона, это позволит сертифицировать продукцию в соответствии с международными стандартами прямо на месте. Таким образом, можно будет полноценно выходить на внешние рынки шин для гражданской авиации. Ну а в этом деле Барнаул уже первый в стране. Больше всего детенышей за всю историю отечественных зоопарков родилось в Барнаульской лесной сказке в прошлом году. В субботу Барнаульский зоопарк отметил день рождения. Если считать с момента основания создания зооуголка, то парку уже почти полвека, хотя в нынешнем виде он существует 9 лет. Ну и зоопарк это не просто коллекция животных, а настоящее образовательное пространство. Вот, например, недавно на территории появилась стоянка древнего человека, есть розариум. Ну а перечислять уникальных животных лесной сказки можно очень долго. Лучше увидеть своими глазами. Убедилась наша съемочная группа. Смотрим вместе. Этому львенку меньше трех месяцев, а он уже проявляет характер как настоящий царь зверей. Эти котята – гордость зоопарка. А ведь еще полвека назад все начиналось с двух курочек и двух кроликов. Сейчас семья лесной сказки – это более сотни животных. Фламинго, еноты, медведи, лисы. Чисто, красиво, озеленен. Цветов очень много, розарий заинтересовал вообще. Животные интересные. Все чистенькие, ухоженные. Кабан замечательный, звери все упитанные. Очень хорошо, наверное, за ними здесь ухаживают. О том, что животным здесь и правда хорошо, говорят в Союзе зоопарков и аквариумов России. И это при том, что зоопарк не получает государственную поддержку. По состоянию животных, вот просто выглядят они все очень замечательно. Где огород, там две козочки и кто-то там давал морковку. То есть животные даже и не хотят есть. Дали им кусочек морковки, они даже не стали есть. С 2006 года директором лесной сказки работает Сергей Писарев. Именно с его приходом на базе зооуголка был официально открыт зоопарк. Кстати, за пару месяцев здесь родилось 69 малышей. И это рекорд в России. Один из них вот сидит среди, вместе с нами сейчас. Это замечательные львиата, которые у нас появились впервые. Но у нас тигрица каждый год приносит потомство. У нас косули каждый год рождают. У нас олени каждый год приносят потомство. У нас в этом году медведи первый раз принесли потомство. И я могу переселять очень долго. И это как раз оценка труда всего коллектива зоопарка. Потому что если животные принимают решение рожать, значит им комфортно в зоопарке. День рождения зоопарка собрал сотни барнаульцев. Но стоит отметить, что такой поток людей сюда приходит каждые выходные. И, конечно, самые главные гости здесь по-прежнему дети. Мне понравились лиса, волк, енот. И больше всего понравился мне черепаха. Маленький. Маленький тигр? А почему он больше всего тебе понравился? Он самый хороший. Кстати, семья лесной сказки продолжает расти. Скоро в зоопарк привезут дагестанского тура, а в будущем здесь появится белый медведь. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. С песнями, хороводами и необычными пирогами встречали в эти выходные гостей в алтайском селе Борисово. Здесь уже в третий раз прошел фестиваль мордовской культуры. Несколько сотен представителей этого народа из разных районов, края и из-за его пределов, съехались в Борисово, чтобы встретиться, повеселиться и вспомнить древние традиции. Побывал в маленькой Мордовии наш корреспондент Илья Кочетков и готов поделиться впечатлениями. Это называется «Велень Оскс» – сельское моление. Издревле еще с языческих времен в мордовских поселениях также молились великому богу, прося, чтобы поля были плодородными, дети здоровыми, а люди жили в мире и согласии. Сегодня обряд проводят точно по древним правилам. Чтобы уточнить детали, организаторы фестиваля специально ездили в Мордовию. И самое главное, мы получили добро от Иня Зора, который главный, как получается, князь мордовского народа, Мишанин. Мы получили добро, мы получили клочок, капсулу священной земли вот с этого мара. Такой же особый смысл имеет хоровод, чтобы принять в себя как можно больше участников, он раскручивается по спирали. И мы друг к другу прижали все народы, то есть там и мордва, и украинцы, и белорусы, там татары, чуваши, башкиры. И мы почувствовали, что мы – это одна семья. Чтобы выжить, нужно жить в мире. Эту мудрость жителям Борисова передали их предки – мордовские переселенцы. Они пришли сюда еще в 18 веке. Тогда же на Алтай в поисках свободы и лучшей жизни устремились представители самых разных народов. Память об этом жива до сих пор. Уж как кто-кто, а мордва и украинцы, особенно запорожцы, там мы ж не их всех любим. В этом году в Борисово почетный гость – Андрей Бачканов, солист Мордовской государственной филармонии. Он убедился – маленькой Мордовии это село называют заслуженно. И для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Из поколения в поколение здесь передают язык, народные узоры и, конечно, национальные блюда. Но, честно говоря, если, например, мясной суп букаям лично мне показался просто вкусным и все, то традиция добавлять мак во все подряд стала для меня кулинарным открытием. Вареник с капустой и маком еще ладно, но вот рулетик. Мак и лук. Получается такой, вроде бы лук, но в то же время сладкий, с необычным привкусом. Сочетание на самом деле для меня несочетаемых ингредиентов, которые в итоге дают совершенно неповторимый вкус. Ну, наверное, пожалуй, как и сама. И вдруг сочетается, да? Как и сама мордовская культура. Илья Кчетков, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде на вторник спонсор прогноза компании «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.